С тех пор, как детей-сирот начали заселять в резервации, проблем с реализацией права на жилье стало намного большим, в частности с приемкой жилплощадей. Село Сотниково здесь, в 254 домах, должны были проживать сироты. Однако в некоторые до сих пор не заселились, некоторые живут, из их числа кто-то с такой формулировкой не соглашается. Говорят, скорее выживают. В доме холодина печка разваливается изнутри, она выгорает кусками прямо. У нас до декабря месяца печь не дотянет. По сейсмопоясу чернота стоит, с окон бежит постоянно и влага прямо в зимнее время выступает поверх лимболеума. Туяна Цактоева жить в таком доме отказывается и выбирает в пользу съемного жилья. Причины вполне логичны и адекватны. Я хотела спросить у Минстроя. Вы говорите, что вы создавали комиссию и что сразу не видно дефекты. Просто у меня на крыше ужас творится. Вот это вы знаете, да, даже не только у меня, а у всех. Как люди принимали, скажите, вот эта вот гофра, которая от раковины идет, она у меня стоит вместо вентиляции на крыше. То есть это сразу видно. Приемочную комиссию по приобретению готового жилья включали специалисты Минстроя, Минсоцзащиты, Госстроюнадзора. Далее жилые помещения проходили межведомственную комиссию, о признании их пригодным для проживания. В ее состав входили представители Роспотребнадзора, Божинадзора, а также Стройднадзора. По заключению межведомственной комиссии жилые помещения признаны пригодными для проживания. Целая маленькая армия чиновников обследовала дома для сирот, и ни один специалист не увидел недочеты. Понятно, что большинство проблем были спрятаны за отделочные материалы и проявились в порядке эксплуатации. Однако работа проверяющих органов оставляет за собой больше вопросов, чем ответов. В свою очередь застройщик объясняет, что проблемы пытается решать по мере их поступления. На сегодня дефектных актов два, в которых указаны 65 жилых помещений. Есть недостатки те, которые устраняются. Нет таких недостатков, которые нельзя исправить, которые уже все там, да, там, что такое, значит, там. Но вы в пределах какой суммы готовы станете? Если, допустим, людей прогнили полы, вы готовы им поменять? Мы устраняем только в рамках того, что мы, как должно быть. Некоторые жильцы все-таки переделывали полы за счет застройщика, а некоторым достались дома, как и положено. Проблем не испытывают, да и облагородить свое жилище стараются сами. Недочет и застройщик устранил вовремя, и претензий нет. Я сам вообще ничего не устранил. Просто были, вот, поначалу там сыры. Я пошел заявку подал, пришли, они просто с этого сделали, и все. А после этого никогда не обращался к этому. Все нормально было. Кому-то повезло меньше. Например, Татьяна Анохина. Анохина не согласна проживать в таких условиях. Она обратилась в суд и сделала экспертизу. Сейчас производство запущено, материалы дела собираются. Эксперты вообще сказали, что тут вроде бы балки неправильно установлены. То, что за счет этого у нас нет вентиляции. Она не выходит. Тут можно 10 штук их поставить, она не выходит. Она держится все здесь. Не выпускает, не дает двигаться. Единственное, что выпустить, это надо открыть дверь и открыть окно полностью. Они сразу, на первый взгляд, сказали, что в таких домах жить это надо. Если суд вынесет вердикт в пользу истцов, то застройщику сладко не придется. Далее судебная практика сделает свое дело. Каждое жилище обошлось бюджету в 700 тысяч рублей. Депутаты Народного хурала ознакомились с ситуацией вплоть до мелочей. И готовы на рекомендации, чтобы такого не повторялось. Рекомендации какие? Во-первых, сейчас ужесточить контроль, и об этом обязательно Минстрою будет. Вообще ужесточить контроль приемки. Обязательно должно быть обоснование, хотя я не знаю, как они принимали без обоснования, почему именно в таком порядке и так строится. Сейчас надо учесть эти минусы, сейчас их надо в кратчайший срок, как мы разговаривали с застройщиком. То есть по всем обращениям четко и быстро провести восстановление. Быстро, а не годами тянуть всю эту историю. Вся история с этими домами только набирает обороты. Репутация Министерства строительства, да и всех органов, причастных к реализации права на жилье для детей-сирот, находится под ударом, если уже не в центре скандала. Баир Цедыпов, Бато Гармын, Новости дня. Продолжение следует... Продолжение следует...